Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава пятая Если вы не откажетесь следовать за мною, читатель, я поведу вас опять той же дорогой, по которой, как значится в только что прочитанной вами главе моего рассказа, ехали двое охотников. Но на этот раз мы не пойдем так далеко и остановимся у того довольно красивого домика о пяти окнах, который произвел между двумя жилнобобовскими наставниками очень горячий разговор, с одной стороны несколько саркастический, но зато с другой совершенно серьезный и искренний. Владея преимуществом проникать всюду и быть незамечаемыми, мы войдем в этот домик, хотя и не знакомы еще с его хозяйкой. Первая комната, в которую вступаем мы из прихожей, веселенькое зало с банками ярани, жасмина, месячных розанов, желтофиолей, левкоев и резиды на всех окнах и во всех углах. Тут помещается и довольно старое, весьма разбитое фортепиано с кучкой рваных нот на крышке. За залой гостиная с голубыми стенами и голубой мебелью. Она почти всегда пуста. Из гостиной дверь в ту комнату, которая и есть постоянный храм богини-хозяйки. Едва станешь приближаться к этому святилищу, как уже чувствуешь какое-то благоговение. Подходишь к двери, и сладостный запах почули и ванили нежит обоняние. А там плющ оплел и окна, и стены, и потолок уютной комнаты. И посреди этой поэтической зелени на мягком малиновом кресле покоится сама хозяйка дома, добродетельная вдовица, известная между всеми дамами и девицами, а также и мужским юношеством города Забубеньева под поэтическим именем Александрины. Хотя в сущности она просто-напросто Александра Фоминишна, по мужу Дроздовская. Так вот она, эта молодая вдова, покорившая сердце нашего мудрого героя. Вот она. Посмотрите, как грациозно полулежит она в своем кресле, протянув ножки на маленькую скамеечку. На ней белое кисейное платье с миллионом кружевных оборок, ножки обуты в зеленые ботинки. На коленях у нее лежит разогнутая книжка, кажется, на французском языке. На рабочем столике рядом с креслом помещена я работа, кусок конвы и несколько мотков шерсти. Но что же обращаю я внимание ваше на обстановку? Впрочем, обращать его на нее самое, на прекрасную хозяйку, труд лишний. Внимание ваше, верно, уже давно приковано к ней. Ведь с первого взгляда она, кажется, и вовсе не хороша. Нос длинен, рот немного широк, брови почти не дают почувствовать своего существования, коса тоже не очень пышна, а чем больше вглядываешься в эту женщину, тем больше она нравится. Посмотрите, что за глаза у ней. Хоть они и серые, очень серые, но зато сколько в них томительного желания, сколько страсти, сколько души, сколько ума, одним словом, сколько всякой прелести. А каковы эти четыре тербушона, которые разделились на две пары и так мило вьются за ушами Александрины, спускаясь на ее плечи. Но что значит весь наружный привлекательный вид добродетельной вдовицы перед той сокровищницей, которую она носит и таит в груди своей? Вот и теперь она читала что-то, вероятно, очень чувствительное, это ее вкус, и мало-помалу так увлеклась думами, возбужденным чтением, что белая ручка ее опустилась вместе с книгой на колени. Голова поникла несколько набок, и сердце наполнилось целым роем разного нежного материала. Не думайте, однако ж, чтобы чувствительность нежной вдовицы, это лучшее украшение женского пола, была неразборчива и бессознательна. Нет, Александрина, выданная волею родителей наперекор ее собственной боли за господина Дроздовского, терзалась издавна жаждаю увидеть желанный идеал, созданный ее мечтами. Так как вся жизнь нежной Александрины была жарким стремлением к этому идеалу, то автор думает поступить не совсем неуместно, представив в нескольких строчках прогрессивный ход ее тайных мечтаний и развитие означенного идеала. Когда прекрасная вдова была еще демуазелью Фещовой, когда по временам тревожилась еще длиною своего носа, думом ей я беспрестанно представал юноша полной красоты, отваги и светского блеска. Мечтая о будущем герое своего романа, демуазель Фещова слышала гармоническое брецанье шпор и сабли, видела очами сердца лихие усы в завитках, блестящие эпалеты и роскошный мундир, обоняла приятный аромат благовонных фиксатуаров и убивалась рекой у самых святских речей, которые сравнивали ее с неземною перии и толковали о вулканах любви. А в действительной жизни Александрина встретилась с одним смертным, который несколько приближался к этому идеалу. То был гарнизонный прапорщик казанцев. Сердце его, вероятно, поняло сердце нежной девицы, потому что он всегда танцевал с нею мазурку. Эта любовь была, впрочем, непродолжительнее одной зимы, ибо прапорщик казанцев был переведен из-за бубеньева. После отъезда его мечты Александрины, вероятно, удовлетворенные вполне этой встрече в действительности, создали новый идеал. Это был уже вдохновенный поэт, бледный, белокурый, нечесанный, худой, с чахоткой в груди и вечными песнями на устах. И пошли снится ей соловьи и ручеи, луна и тишина, слезы и розы и бесконечные грезы. В мире действительно такой личности Александрина не встретила. Вскоре холодная бесчувственная существенность спугнула ее поэтические грезы посредством некоего господина Дроздовского, человека с весом, хотя и деревянного. Горько было Александрине расставаться с теплыми мечтами о поэте, но семейные обстоятельства были сильнее и крепче ее воли и она покорилась им. Деревянный жених был черноволос, гладко причёсан, румян и полон, одним словом, не походил нисколько на любимца Харид. И ему-то пришлось отдавать свою руку и сердце. Сердце Александрина оставила, впрочем, при себе. Дроздовский получил только ее руку и повел ее к венцу. Таким образом, демуазель Фещева превратилась в мадам Дроздовскую. С переменой звания девушки на звание замужней женщины не переменилась Александрина и по-прежнему поддавалась обаянию идеалов. Но теперь, постигнутая разочарованием, она хотела непременно видеть и в герое своей судьбы человека разочарованного, удрученного, злобой людей, опутанного узами света, человека непонятого и с ироническим взглядом на вещи. Хотя этот идеальный образ в некоторых лишь чертах был сходен с лицом Чацкого, однако Александрина говорила, что только такой человек, как герой Грибоедова, достойный ее любви, и потому два года ее замужества посвящены были отыскиванию избранника, которому готовилось сокровище искренней ее привязанности. Господин Дроздовский умер. Прошел год траура по нем, прошел еще год, но Александрина не изменила своему идеалу и продолжала искать его в жизни. Избранника все не являлось, и глаза и сердце вдовы утомились отыскиванием его в тесном и ограниченном кругу забубеневской молодежи. Она стала ждать утоления своей сердечной жажды извне, и известие о каждом приехавшем в город новом лице мужеского пола кидало ее в томительный трепет надежды. Несмотря, однако, на то, что никто из окружающих не подходил под мерку создания ее пылкого воображения, молодая вдова не пренебрегла никем и, вероятно, с целью изощрения своего кокетства привязывала беспрестанно новых пленников к победоносной колеснице своих красот и талантов. В часы, свободные от занятий по части завоевания различных сердец, вдова любила беседовать с музами, играла на фортепиано и пела приятные романсы, рисовала цветы и даже иногда в минуты грусти изливала на бумагу стихи, большей частью семистопные томных элегий. Вообще, молодая вдова была в Забубеневе первую артисткою во всех свободных искусствах и главную ценительницей всего изящного. не упуская никакого случая к украшению своего ума и сердца, вдовица, искавшая Чацкого, пожелала в одно прекрасное утро прочесть в подлиннике Шиллера. Так как знания ее в немецком языке хватало только на самый процесс чтения, то приходилось обратиться к Адаму Адамычу, единственному в городе источнику сведений по этому предмету. Добрый наставник, не умевший никому отказывать, тотчас принял приглашение Александрины и аккуратно два раза в неделю ходил к ней на урок. Уроки были взаимные, как показало время. Получая долю знания в немецкой литературе от Адама Адамыча, вдова со своей стороны развивала понемногу чувства мудрого наставника и своими восторженными рефлексиями рассеивала мрак, существовавший в голове немца касательно понятия о любви. Немец, раскрыв рот и выпучив глаза, внимал медоточивым устам вдовы и, покоренный давно уже со стороны сердца, поддавался понемногу и умом обаятельным теориям своей прекрасной ученицы. С самых дней светлой молодости Адама Адамыча Александрина была первая встреченная им женщина, которая, по-видимому, не пренебрегала им, одиноким и бедным человеком, излагая ему историю женской любви и описывая идеальные потребности женского сердца. Адам Адам Адамыч с каждым разом более и более увлекался любовью к чувствительной вдовице и в ослеплении своем не видал бездны, в которую заманивала его эта сладкоголосая сирена. Когда он сидел перед нею с томиком Шиллера и объяснял какое-нибудь стихотворение, сердце его сильно трепетало. В эти минуты часто закрадывалось в его сидеющую голову глубокое раскаяние и недовольство тем, что он не может отделаться от мельничихи, чтобы принадлежать без раздела одной Александрине. Одно утешение несколько смиряло его внутреннюю борьбу. Это было размышление о двойственной любви человека, плод теории его благоразумной ученицы. Он говорил себе, что крепкая привязанность, которую он чувствует к пышной Марье Касьяновне, груба и слишком материальна и не может омрачить пылких чувств любви к прекрасной вдове, чувств высоких и идеальных, как любовь Петрарки к Лауре. Эти соображения одни удерживали его на узкой стезе между двумя оконечностями. Великого чувства любви. Но мы наговорили уже слишком много, и потому перейдем к рассказу того, что хотели рассказывать. Вдова сидела, задумавшись над книгой, опущенную на колени. Маленькая собачонка на тоненьких ножках крайне вертлявого свойства вдруг соскочила со стула, на котором лежала, и бросилась вон из будуара. Взоре она остановилась и, поджав одну переднюю ножку, зарелась звонким лаем. Верно заслышала шаги по крыльцу. Чуткая собачонка. Дверь в переднюю отворилась, и вошел наш любезный герой. Знала ли мимишка о любви Адама Адамыча к собакам, или тонкий инстинкт дал ей знать о привязанности мудрого учителя к своей рачительной ученицы. Только она, мимишка, тотчас приласкалась к немцу и немедленно стихла. Хорошенькая горничная Наташа выбежала си меня ножками в лакейскую, скрикнула «Ах, это вы, Адам Адамыч!» и побежала в удар к своей госпожи. Адам Адамыч, гладко-нагладко выбритый, особенно тщательно приодетый, откашелся, вынул из заднего кармана книгу и пошел к заветной комнате, видевший рождение его страсти. Вдова сидела по-прежнему в грациозном, небрежном и мечтательном положении, когда Адам Адам Адамыч вступил в ее будуар. Она очень приветливо, очень мило поклонилась его и указала книгой на кресло, стоявшее носу против ее кресла. Адам Адам Адамыч немного переминался, засмотревшись на Александрину. Что ж вы не сядете, Адам Адамыч, сказала она. Адам Адам Адамыч вежливо поклонился. А знаете ли, продолжала вдова, что мне сегодня вовсе не хочется брать урок. Значит, я могу, начал немец шаркой ножкой. Полноте, ну куда вы, как будто я говорю для этого. Напротив, вы мне очень нужны, Адам Адам Адамыч. Придвигайте кресло и садитесь, докладите вашу шапку. О, это ничего, сказал немец, усаживаясь не совсем ловко на кресло. Признаюсь, меня занимает один план, продолжала вдовица, план, который так овладел мною, что мешает мне сегодня заняться с вами шиллером. Какой же это план, дерзнул спросить Адам 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 А вот какой. Вы знаете мою страсть к литературе и ко всем искусствам. Мне хочется устроить маленький вечерок, где бы соединить все художественные удовольствия. Это бы еще не бывало в нашем городе, и устроить такую вещь очень трудно. Надо заранее приготовиться. Почтенный наставник слушался вниманием, не понимая, впрочем, к чему клонится речь вдовы. Я хочу и вас просить об одолжении, сказала Александрина. Но как могу я бить полезней? спросил Адам 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 Вы не откажете мне, Адам Адам Я знаю, вы не откажете. Эти слова сопровождались таким взглядом, что герой наш начал таять. Вы так любезны, прибавила вдова, нежно подавая руку Адаму Адамычу. Адам Адамыч бережно взял поданную ему ручку и глазами, вопрошающими, исполненными глубокой преданности, взглянул в лицо вдовы. Целуйте, сказала она с усмешкой. Немец прильнул губами к ручке Александрины, замирая от блаженства. Так вы не откажете мне? спросила снова вдова. Вы можете приказать, я сделаю все. Адам Адамыч глубоко вздохнул, произнеся эти слова. Ему они казались почти дерзостью. О, зачем все? Я не требую так много. Просьба моя для вас такие пустяки. Адам Адамыч вытянул шею и ждал. Вот видите ли, что, продолжала Александрина, так как на вечере, который мне хочется устроить, должно быть как можно больше разных художественных развлечений, то я прошу и вас тоже написать что-нибудь. Но что могу написать? Вы с вашим умом, с вашим чувством, с вашими познаниями. Вы слишком хорошо думаете обо мне. Я думаю, как всякий, кто умеет ценить дарование и достоинство людей. О, вы слишком лститмны, произнес немец сильно краснея. Нисколько. Я говорю только правду, заметила вдова. Что могу я написать для ваш вечер? Сказал Адам 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 Кто будет злюшить меня? Никто не знает по-немецки ваш гизельшафт. Да зачем же по-немецки? Вы напишите по-русски? О, по-русски атак злябий. Вы слабы полно эти не скромничать. Да и писать ведь вовсе не то, что говорить. Тут можно подольше подумать. Ведь немного и нужно, Адам 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 Если вы напишите строк восемь десять этого будет очень достаточно. Вы разумеется сочините что-нибудь в стихах. О, стихи это так трудно. А вы говорили мне, что прежде писали стихи. Это очень много лет. Стоит вам только припомнить прошлое. Восемь десять строк много ли возразил на это, что если он и напишет, все будут смеяться. Кто же смеет, возразила вдова, вероятно, то, что вы напишете, будет лучше сочинений всех других. Кто будет еще сочинять? А вот Мосье Погуров хотел прочитать свои стихи. Знаете, этот приезжий отставной военный. Да. Я вчера просил еще Закурдаева. Он такой образованный человек. Жаль только, что дичится общество. Я и встретил это его совершенно случайно. Он был так добр, что обещал преодолеть свою лень и написать что-нибудь в прозе. Он будет прекрасно писать. Вы думаете? О, да, он имеет много ум. Но и вы, Адам Адамович, пожалуйста, хоть несколько строк. Вот и Пьер жил на бобов. У него прекрасные способности. Хотел что-то свое прочитать. Адам Адамович поморщился и сказал несколько неприятным тоном, что вот уже и довольно. «Нет, нет, нет, приставала вдова, и не говорите мне это. Мне хочется во всем соблюсти симметрию. Я хочу непременно, чтобы музыка перемежалась с литературой. Мне надо непременно, чтобы вы участвовали тоже». Почтенный наставник заметил, что вдова сама обладает большим талантом и может доставить более удовольствия, если прочтет что-нибудь из своих сочинений. «О, нет», возразила Александрина, «мои жалкие сочинения так незначительны, и вдовавок они так мало выражают то, что хотелось мне высказать. Только друзьям моим могут они нравиться». «Нет, взем, взем», проговорил с увлечением Адам Адамович. «Вас говорит пристрастие, Адам Адамович», отвечала вдова. «Ну как же, даете вы обещание?» прибавила она, нежно глядя на немца. Адам Адамович просил позволить ему отказаться. «А вы забыли, что говорили сейчас?» «Нет, но я...» «Мой гот!» «Мне так трудно это сделать». «Вам стоит только захотеть». «Вот единственный труд». «Я не могу». «А если так, если вы отступаетесь от своих слов, то как хотите. Ваша воля». Прекрасная вдова нахмурила брови, надула губки и начала с досадой стучать по столику, развернутую книгой. Надо признаться, что план Александрины был чрезвычайно хитер, и незлобливая душа Адама Адамыча никак не постигла, что ему хотят выставить на всеобщее посмеяние за неимением других, более безгрешных предметов для забавы. Мнимая досада вдовы, выказанная ею с величайшим искусством, произвела сильное впечатление на моего героя. Видя неприятность, причиненную им прекрасной женщине, Адам Адам Адамыч глубоко раскаялся в своем необдуманном поступке и вознамерился поправить его сразу. — Я заглясный, сказал он вдруг. — Ну вот, давно бы так, чем отказываться от своих сылов, сказала прекрасная вдова, подавая Адам 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 не словами не взорами и озадаченный до мозга костей такой дружеской фамильярностью вдовы, крепко поцеловал ее руку. Вдова улыбнулась. — Ого, как же вы крепко, сказала она, грозя пальцем с лукавым видом. — Виноват, прошептал немец. — Ничего, ничего, прощаю, за ваше повиновение можно все простить. — Когда же мей будет заниматься? — спросил через несколько минут Адам 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 приподнимаясь с кресла. — Послезавтра. — Приходите послезавтра, Адам 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 «Поэзия, музыка, любовь!» — произносила как бы в забытии прекрасная Александрина. — Вот предметы, о которых всегда найдется у меня слово. Что была бы жизнь без этих кротких спутниц нашего земного существования? Шиллер сказал «Правда», начал был Адам 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 «Вдова перебила его». — Мы поговорим и об нем, дивном Шиллере, сказала она, приставая с кресла. А теперь вы извините меня, Адам 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 «Не правда ли извините? Мне нужно сделать несколько визитов, условия света, оковы женщины, грустная обязанность покидать для бесчувственного общества искреннюю беседу снова уста его прикоснулись к ней. — Так до свидания. Вы обещаете? — спросила Александрина. — Да, да, — сказал, откланиваясь Адам Адамович, и вышел упоенный из дома вдовы. Дорогой он все думал о том, что получил, наконец, полное доказательство благосклонности к нему вдовы, и душа его ликовала, когда он припоминал все сказанные ею милые слова. Грустно ошибался мой чувствительный герой. Но как быть? Ошибки сродны человеку. И кто из нас, читатели, не ошибался точно так же в то время, как мы любили? Кто не думал видеть любовь там, где было одно холодное кокетство или только обычная светская любезность? Увы, обманчивы женщины. Вечером того же дня новоприбывший в город Забубеньев господин Погуров человек лет тридцати, двух, трех, восседал в будуаре чувствительной вдовы на том самом кресле, на котором поутру помещался Адам Адамович. Вдова страшно кокетничала с этим гостем, несмотря на то, что он нисколько не походил на отдаленную цель ее поэтических мечтаний, то есть начатского. Между прочим, хозяйка рассказала господину Погурову, как уговорила своего немца-учителя сочинить стишки к ее литературному вечеру. Господин Погуров, который считал себя великим литератором, потому что наскребачил какие-то стишки о Кавказе и который дал вдовице идею устроить вечер с разными артистическими наслаждениями, безбожно крутил усы, слушая рассказ Александрины и хохотал во все горло. Голубиная душа моего любезного героя никогда не могла бы и в романе поверить такому коварству, какое он испытывал в это время на себе. Он не понимал, как может человек надеть на себя такую искусную личину, что ее не отличишь от настоящего лица. Не знал он всего этого и в те минуты, когда вдова и Погуров избрали его мишенью своих насмешек и острот. Он, блаженный утренним вниманием вдовы и, не подозревающий никакого зла, сидел в тенистом саду господина Желнобобова под развесистой тополью, лениво курил довольно скверную, дешевую сигару и грезил свои лучшие грезы. Читано по изданию Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова в трех томах Приложение к журналу Пробуждение Том 1 Петроград Товарищество художественной печати 1915 год